У Хэппича, у него очень много трэш-донатов, в том числе с использованием спецсимволов. И последовательность собака Долларс Циркумфлекс — это три символа, которые озвучиваются словами. Тейдж зевает, но вы помните, что по физиологии зевок в том числе может свидетельствовать о том, что человек волнуется. Вообще, зевок — это, кажется, реакция организма на нехватку кислорода. Кажется. Но очень часто люди зевают именно в стрессовой ситуации, в том числе. Это рык был. Блин, звука-то не было. Точно это было... Давайте посмотрим. По сути, это лучший игрок за Альянс пока что на турнире, ну так, по игре. И, собственно, как фаворит Тейдж сюда и пришел. Инфи отлетел. С Соком вы видели, что произошло в прошлой игре, благодаря, опять же, Тиашу. А 120-й — это, по сути, если не считать Хэппи, единственный и лучший представитель андедов. Этот матч еще важен тем, что, возможно, возможно, Хэппичу придется играть с Тиашем, так или иначе. Где, не знаю, в плей-оффе, дай бог, конечно. Ну, если только в плей-оффе они могут, естественно, встретиться. Ну, не знаю, кто здесь выйдет и как Хэппич сыграет, но... Короче, можно будет проводить параллели в случае встречи с этой серией. Кроме того, самому императору было бы не безинтересно, так скажем, аккуратненько, посмотреть, как Тиаш играет, сыграет против 120-го. Потому что, если у него были какие-то специальные заготовки под какие-то карты, то, скорее всего, он не будет их припасать для императора. И он покажет сейчас ту игру, которую вот он подготовил против андедов. А Калина в засаде? Обыкновенно 3-2-2 от китайцев будет. Ну, ерунда. А, это Axelife. Это все. Все, это залет. Это залет. Так, с почином, друзья. Первая фыва на сегодня. Ну, Axelife это бой 5. Помните, потом еще доказывал долго, что там у вас ошибка. Все. С почином. Пытается добить Акалитом, но дал... Да, там 20 хитов, а Акалита не хватает дамага для того, чтобы... 3-2-2. Ну, он говорит о том, что они будут друг другу отдаваться. Ну, в смысле, кто-то из них. Они договорились, уже распилили деньги, решили, кто упадет в лозера для того, чтобы справиться с корейцами. Естественно. Ну, то есть... Ну, он все знает. Первый пошел. Все-таки бирспортивный мем, который появился из Доты, в частности, из игрока еще тогда команды RockSkiss. Соло. Пока достаточно пассивно, в том числе 120-й играет. Интересный маршрут криппинга. Чтобы, типа, не нашли. По зеленым точкам, на дикой дистанции от Мэйна, но все равно скелет умудряется найти этого архмага. Один футмен лечится на фонтане. Попытался там скелет добить, нам не показали его, сделал он, нанес этот удар последний или не нанес. Ну, главное, что получил третий уровень. Остальное все. 13-12 у них по личным встречам, говорит Сосок. Класс. И мотивация максимальная сейчас. И агрессия пошла тяжа. Пытается поймать на криппинге, у него уже третий архмаг, соответственно, он... Ну, да, осталось всего пара троллей. Плюс еще сеточку кидает сразу футмена. Работает по скелетам. Не жалеет Койл, правда, в футае футмена добивает тролли. Кстати, сетка должна была откатиться уже. Сейчас, может быть, еще одна сеточка будет. Очень агрессивный тяж играет. Сетка на Финда пошла. И ой-ой-ой-ой-ой. Начал работать по Финду. Это точно развод минимум на один Койл. Ах. Гольки вышли вовремя. Футмен... Надо, наверное, Койл тратить на него, чтобы не тратить время. Да. Элементарии такие навешивают Финдам. Очень жестко. По статистике, еще однище Артурчик сообщает, что Ти аж половину игр эльфом отыграл против 120-го. Разделить бы, конечно, эту статистику, посмотреть. Отдельно. Такты два. Рифлы-кастеры. Рифлы-кастеры. Вот вопрос, будет ли эксп, или все-таки это попытка от Ти ажа, попытка от Ти ажа с одной базой в рифлокастеров сыграть. Ну, в перспективе это чаще всего приводит к тому, что дэсбол ты собрать не можешь. Играть один в один с андэдом сложно. Очень сложно. Посмотрим, как тяж будет. Так-так-так-так-так. Почти третий. Выманивает. Сейчас попробует в таверну и подблочить. Ну-ну-ну-ну. А, элементарным будет. О-о-о-о. Красиво. Ну там, правда, андэд уже бежит. И халявы не будет, потому что уже здесь декалич. Ой. Молоток, быстрее! Быстрее, молоток! Новый добивает. Рано молоток кинул. Зря я кричал. Но зато аура андэдовская выпадает. Правда, минус рифл, как минимум. Возможно, даже второй. Нельзя здесь сражаться вообще Ти ажа. Он лезет вперед. Я не знаю, это нормально. Наверное, нормально. О, чудесным образом рифленый убегает. Угу. Два скелета бегают за рифлом. Кажется, добили. Да, недоконтролил. Да, это косяк. И Т3. То есть все-таки это не Т2. Это выход через немного рифлов, немного кастеров Т3. А может быть и много рифлов. Может он делает Т3 для арбы и паладина. Да, и для иннерфайра еще. Мы уже видели такие игры. В первой групповой, не помню, кто конкретно. Но там тоже было в пользу андэда все равно. То есть не так много бонусов, если ты играешь вот не чисто в Т3. Имеется в виду не в коней каких-нибудь, с чем-то типа, не знаю, вертолетов или танков. Переходишь Т3 плавненько через рифлокастеров. Чаще всего получается не очень хорошо. То есть ты спокойнее переходишь по понятным причинам в Т3, но лимит у тебя не такой эффективный. Т3 ради арбы. Да. Но он, скорее всего, возьмет все-таки паладин из пыли. Шелдиспол. Что там, что там, что там? А, развлекание с дирижаблем. Окей. Телепорт есть, на один раз хватит. Выпадает. Аура паладиновская. Пошли. Да, надо телепортироваться, чего. Да, пошли. А может и успеет. Светка... Просветка есть? Нет, просветки нет. Сейчас контроль есть. Контроль. Т3 доделывается. Тележка приехала на понтан. Непонятно зачем. Неужели так дешево? Да, нужно воркшоп. Это единственное, как можно... Ну, можно еще петухарню сделать, но воркшоп и в перспективе полезен будет. Умирают рабочие, один, второй. Решил все-таки телепорт потратить. Ну, здесь уже опасно было, потому что дирижабль уже битый. Элементаль рядышком, второй стоит. Он бы не улетел, скорее всего, с таким дирижаблем. Серьезно? Нет, нормально. На самом деле, он как раз себе это позволить может. Просто в центре прям. Видимо, он выбирал из серии, а где можно поставить, там и поставлено, чтобы время не терять. Точка, конечно, центральная тактически очень выгодна. Особенно, если там будет земля, если там будет зигурат какой-нибудь. Магазинчик построить. Все, у тебя... Ты по центру карты находишься, с регеном, хрен пробьешь. Можешь влево, можешь вправо уйти. И, соответственно, влево это к вражескому экспанду, вправо это вражеский мейн. Но, с другой стороны, эту базу легко спалить. И, соответственно, попытаться отменить. Да, и разведка есть. TH видит эту базу. Вот сейчас очень важный момент. Но у 120-го тупо лимита больше на данный момент. Не говоря уже о том, что этот лимит качественнее будет. Да, он даже пока не берет паладин. Не знаю, делать он его не делает. 4-3. 4-3-4-3. Все-таки Индерфайр. Да, пока я ни арбун не взял. Да, паладин выходит. Ждет арбун. Деньги там сколько? 325 она стоит. Да, отменил. Нет. Нет. Пошел молоток в ДК. Паладин вроде нормально стоит. Дестройер, кстати, подставляется. Почему? Что? Что? Койл мимо Дестра? Койл мимо... Ну, то есть он не кинул в Дестройера Койл. Он не кинул в... Не попал в Финда Койлом. Он сражается против Индерфайра без Дестройера. Что? Минус-минус, то двадцатый. Ё-моё. Не, ну без... Без... Без Дестров против такого сражаться крайне сложно. Койл в... Врифла! Я не понимаю. Да, у него же еще большой инвул был при этом. Пытается отрезать Престов. Подставляет своего Финда. Есть еще один... Маннен на один молоточек. Как же решает Индерфайр здесь? Просто. И ничем он не контрится. Ничем. И Элементаль живой. Почему? У него был всего один Дестрер, он даже больше не строил. Почему? То есть два-три Дестра, чтобы нейтрализовать Архмага с Элементалями, чтобы нейтрализовать Индерфайр. Да, вертолетики, но в принципе Дестройеры могут с таким количеством вертолетов справиться. В конце концов, у тебя Финды есть. Может быть, у нее сетки нет. Может, он сеточку не сделал, реально. Это... То есть он реально сражается с... Ну, не пытается контрить то, что наделал Тиаш. Сетка была 100%. Танки пошли. Да это первый, и пока что единственный танк, просто для контроля экспанда, видим. Почему МК с Индерфайром показывалось 3,6 защиты? На нем не было, скорее всего, Индерфайра. Потому что там Аура двойку дает. И, скорее всего, Серклетка дает. Еще 0,6. Из-за двух агил. 2,6 должно было показываться. Так-то Индерфайр пятерка добавляет, это 10% урона. А, в него стрелял Лич с Арбой, точно. Он был под фокусом Лича. Необязательное сражение для Тиаша. Блин, сейчас можете вернуться в игру. Койл ново отличный, но правда сетка. И на этот раз есть Дестройер, который снял половину Индерфайра, но он его отдает. Вот, ох. Рейнджика минус. Блин, да как ты, что он, как он контролит 120-е, вы видите? Он летает просто над рифлами и теряет Дестройера. 45 на 40 лимита. Ну поднять Дестра нет. Лимит есть, ресурсы есть, но подними Дестройера. Два элементаря стоят. Индерфайр, люди, вы чего? У него на руках 600 голды. 500 леса. Две тележки стоят на земле. Вы что? Такое впечатление, что он просто морально подавлен Тиашем и делает какую-то хрень. Ты не понимаешь, какую сторону Майкер читает. Я на Андеду не понимаю. У тебя же все нормально? Что, 4-3-3? Да, он теряет рифлов, на что с ними сделать? Ну вот что это такое? Обсидианки подставляются. Дестра нет. Недоконтроливает Финда Тиаш со своей стороны. Подставляется ДК. Зачем? Что? Тиаш, ты же мог подлечить ДК. Зачем ты рифла лечил? Второе лечение, там минус ДК мог быть. Что с ними? Там минус ДК был. Ладно, 120-й ливает. Там момент был, минус ДК просто, изи. Так, друзья мои, игроки из Альянса, кто-то может объяснить, почему... Ладно, не объясняйте, почему 120-й контролил, непонятно как. Почему он Дистров не поднимал? То есть, это ситуация. Стоит 4-й Архмаг, 2 элементали, Inner Fire на армии. У тебя 2 тележки, 600 голды, 500 леса на руках. Лимит 40 из 50. Это... Ааа, танк убил Магаз. Блин, там точно танк мог убить Магаз. Потому что там показали, как он... как он Зигурат мочил. А нужен вообще? Кажется, какой-то Нубас пишет, говорит про Магаз. Я, если честно, не помню. Магаз не нужен Дидестра, слава тебе, господи. Апгрейд и сделан. Поднять можно, заказать нельзя. Ну, тогда я не знаю, как объяснить. Причем, ладно, было бы это одно сражение какое-то, да? И какая-то, не знаю, неожиданная стратегия. Но, судя по всему, ну, это... Решил не поднимать Дидестра против вертолетов и рифлов, решил, что Хилл полезнее. Ну, во-первых, там было три рифла... ой, в смысле, вертолеты, которые развалились сразу после первой же сетки. Во-вторых, у тебя же две статуи. Или он не как император, он не может статую про это самое протыкивать. Ну, ну, фиг знает, потому что урон от элемов, броня, урон от энерфаера. У него супербыстром Миралиде Стры не решался. Так не надо на дрифламе летать. А Диспейл отступил. Кто же тебя заставляет над ними летать? Слушайте, меня очень радует, на самом деле. То есть, я негодую, с одной стороны, но, с другой стороны, мне очень отрадно вспоминать игры Императора. То есть, при Императоре такой фигни не было. Все там диспейлится, хит-н-дранится, отводится, чтобы там инвул не прожать. у Лича большой. Там обсидианка атаковала в битве вместо того, чтобы генеть. Да, по контролю проигрывает. 120-й явно. Академия. Академия. только немного позже. Это очень много времени. В рифле и водоломанде это немного легче. Но я думаю, что это не так. Потому что это как он именит инфи. Он не получил его. Он был всегда там. Я думаю, что вы можете верить. Еще один момент, особенно, когда он был зацеплен, когда он был зацеплен. Ну, стратегию 120-го круче же. Да. Да какой... Дирижабль там точно окупился. Ну, прям точно окупился. В конце концов, это был ТП на ТП, но... Умерла во второй раз парочка рабов. И в первый раз тоже что-то было... Какие-то жертвы тоже были. Да. Ладно, неважно. Короче, такие игры, конечно, надо пересматривать вообще по-хорошему, чтобы негодования было меньше, чтобы понять вообще... Как так получилось? Еще этот паладин, который решил Рифла отличить в конце своей армии, помните? Ну, то есть, в ситуации стоит ДК, ты в него кидаешь молоток, кидаешь, делаешь фокус. У ДК остается... Ну, там было от... Когда он убегал, у него где-то было 150 хп. Паладин разворачивается, перестает от ДКовать ДКу. Паладин третий. Делает лечение на Рифла. ДК убегает на последних хитах. Ну, где-то у него 150 было. То есть, удар лечения вообще без проблем бы ушел. Нет, если император будет играть как обычно, он катает челленджи, он по результатам первой игры должен... должен... но не должен. Император ничего никому не должен. Он вполне может выиграть. Потому что, повторюсь, у него таких косяков в микроконтроле не было. Так, что там про МК говорят? Про МК говорят, может, он первый? Вряд ли. Скорее всего... про прошлую карт, как он там до третьего качал. Это что-то, которое вы можете обучить и попробовать фокусить. Может, это будет сделано сейчас. ДК once again starting off with creeping first. Да, пошел криппинг. Что, Акалита не добил? Что? Почему? Там же Акалит убегает от фута, да? У него же скорость... А, он отдался на нейтралах. Ладно, неважно. И криппинг экспанда. Как минимум криппинг экспанда. Довольно быстро. Еще леса достаточного количества для экспанда нет, но притык уже хватает. Но будет ли вообще этот эксп? Там опять футмена подставляет вместо элементаля футмена мега-красные. Убегает еле-еле домой. Зато элем здоровый. Нормально. Так, Коэл минус рабочий. Пара скелетов. Блочит. Не специально. Футмен блочил этого ДК. Да, будет ставить эксп... Да, слева наверху футмен убегает. Еще пара скелетов и хораз. Ну, выиграл немножко времени на этой шахте. По крайней мере, скелеты уже закончились. Добил, кажется, сам. Так, два когтя. Вообще, Архимагу, отбивающемуся от Хараса Деки, два когтя, это прям, наверное, лучшее, что можно придумать. Такие штучные болючие удары по подбегающему-отбегающему герою. Мурлоки ловят элементарий одного. Криппинг продолжается. Не хочет, естественно, Тиаш, с одной стороны, отходить от своего экспанда, потому что у него нет информации о том, где находится ДК. Вот. Но Мурлоки совсем уж под боком. Почему бы... О, в иллюзии пошли уже, какая-никакая разведка есть. Так, встреча. Хорошо, что... На самом деле, хорошо, что Тиаш встретил 120-го здесь. Потому что там мог быть криппинг на этих Скорпиончик. Смотрите, какой ДК. Ему уже не очень хорошо. Он, конечно, накидывается на магическую вышку, которая доделывается по чудесному таймингу просто! Перенацеливает сразу 120-й вышечку на ДК. Хорошо. Вот это очень классный тайминг был. И это третий лейвелар. Нет, не хватит немножко, даете? Нет, хватает. Ах! Какой важный скелет. Красиво. Да, он прям по всем фронтам отбился. Все, что нужно, сделал. Даже ополченцы не пригодились, понимаете? Он трех ментов брал с мейна. И даже... Даже не нужно. То есть главное, дособирать эти две сотни леса. И как можно быстрее... О, можно подблочить сейчас ДК. Ах! Ну, понятно, что вряд ли футмен долго бы смог блокировать ДК с аурой. Но 3-4 лишних выстрела от Архмага с когтями. Было бы классно. Да, это не сок против Императора. Ну, ароматное повидло. У них очень стили отличаются. То есть 120-й и по предыдущим матчам, и вот по текущему, он играет не так агрессивно. То есть он часто крепится. Минус фут. Лича попытались скружить, не получилось. Но Лич какой-то блаженный. Там 36 хп у этого ДК. Койл. Опять есть окружил еще. Нет, скелет справа. Подблочил. Великолепно. Телепорт передать? А можно ДК по... Было до... А зачем ДК подходил? Я не понял, зачем ДК подходил. Он подошел так... Рукой похлопал по... Минус ДК. Да ты что, не видишь, что ли? Тут... Это стратегия у тебя такая, 120-й? Блин, только император может тяжело остановить. Потому что это чегол, что-то только разговаривать гораздо. Минус ДК. Я думаю, он пытается вечерить его сейчас. Прямо с двумя глазами. Это что, наверное, было бы. И это тоже helped. Морально 120-ый черт тяж, видимо, проигрывает.